Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте. Выпускникам этого года повезло гораздо больше, чем их предшественникам. У них состоится торжественное вручение аттестатов с последующей вечеринкой. А это значит самое время изучать тенденции праздничной моды 2021 года. Бывает, что выпускные вечера больше похожи на дефиле на красной ковровой дорожке, а не на первый бал молодых людей, которые прощаются с детства. Но тем не менее запрещать выпускникам самовыражаться с помощью одежды, в том числе и торжественной, занятия бесполезные. Лучше вместо этого лишний раз пересмотреть тенденции сезона, а заодно и послушать модных экспертов. Выпускной тренд на сегодняшний день это молодость и юность, а все остальное индивидуально. То есть образы мы не перегружаем и одеждой, и прической, и естественно макияжем тоже. И вообще естественность. То есть хотите прямые волосы, значит прямые. Хотите косичка, значит косичка. Все естественно и натурально. Конечно нет смысла делать совсем макияж без макияжа, но все-таки, то есть мы же говорим о подростках, у них в любом случае может быть проблемная кожа, то есть мы делаем тон, но без сильных утрированных макияжей, да, без жесткого контуринга. Сейчас в тренде графичные стрелы. То есть стрелы мы можем делать спокойно, они могут быть цветными, они могут быть даже неоновыми. Это будет очень здорово. Если платье лаконичное, то можно сделать какое-то плетение и украсить цветами. Теплые шоколадные оттенки, все оттенки бронзы, они всегда в тренде, они всегда смотрятся очень здорово на любом возрасте. Естественно акцент делаем на глаза, делаем на губы, чтобы они были максимально там приглушенными, но даже если это яркий цвет, то он как будто бы вот вбитый в губы. И еще один лайфхак от специалиста. Что обязательно должно лежать в сумочке выпускницы? Помощь, это обязательно матирующие салфетки должны быть в сумочке, легкий блеск для губ и пудра, чтобы припудрить лицо уже в течение дня. То есть это такой вот мастхэк, который должен быть в сумочке и поправлять макияж в течение вечера. О мужской моде в контексте выпускных либо говорят мало, либо совсем почти не говорят. Но это не означает, что для ребят не важен их внешний вид. Что касается парней-выпускников, я бы рекомендовала им сделать качественную стильную стрижку. Она вытянет любой образ и станет эффектным дополнением. В идеале приходить в одно место, где полностью соберут от и до и стилист по волосам и визажист, потому что в первую очередь это командная работа, это образ в целом. Потому что если у нас будет прическа одна в одной стилистике, макияж другой, а одежда в третьей, ну, естественно, это все распадется, весь образ в целом. Всем выпускникам я желаю хорошего праздничного настроения, легкости и удачи в жизни. Субтитры делал DimaTorzok Идея правильного питания сегодня настолько популярна, что практически в каждом более-менее крупном супермаркете есть отделы специализированных продуктов. А вот насколько эти продукты действительно правильные, это мы сейчас и попробуем выяснить. Это все углеводы, потому что она мгновенно повышает уровень сахара в крови. Как бы ПП-продукты, но не всегда это так. В каждом уважающем себя супермаркете сегодня есть отделы продуктов правильного питания. Обычно там такие товары, которые стоят дороже своих обычных, простых аналогов. И сегодня вместе со специалистом по правильному питанию, нутрициологом Юлией Антоновой, мы выясним, а действительно ли эти продукты настолько полезны, насколько они стоят дороже, и вообще, как правильно разбираться в этом ассортименте. Ерюля, итак, мониторишь ли ты такие отделы, и что можешь сказать как специалист про это? Очень важно научиться читать этикетку. Когда мы смотрим на этикетку, по нашему законодательству на составе, там должно быть на первом месте написано того ингредиента, которого больше всего в этом продукте, и дальше на уменьшение идет. Например, берем шоколад. Очень многие люди любят шоколад. Даже если на нем написано «Съешь меня и похудей», например, но на первом месте у него стоит сахар, мы понимаем, что это не шоколад, а сахарная плитка. А чем в действительности вот эта шоколадная плитка отличается от шоколада в плане вреда или пользы для организма? В сахарной плитке, как мы назвали сахарная плитка, там много сахара. К чему ведет это, мы уже с вами знаем. Да, 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 мы неоднократно говорили. А теперь про ПП-конфеты. Одно другому противоречит, с одной стороны, правильное питание, с другой стороны, что-то сладкое. Как разбираться в их ассортименте и какие из них самые полезные, а какие даже не имеют права именоваться ПП? Когда мы смотрим на батончик или на какую-то конфетку, то я бы рекомендовала выбирать белковые батончики, чтобы там был именно белок. Причем около 10 грамм на батончик белка, не меньше. То есть если там будет около в районе 2-3-5 грамм белка, то его белковым уже нельзя назвать. Это просто сладкая конфетка. Также есть различные ПП-шные конфетки, да. И если посмотреть, то очень часто их состав из фиников, из кураги. А если мы посмотрим гликемический индекс фиников, то он очень-очень высокий. Самый высокий гликемический индекс именно у фиников. Поэтому когда мы съедаем вот эту конфетку, она, да, будет натуральная. Там будет один фи... ну, просто финики, там может быть воды немного и может быть орешки. Натурально, да. Но для организма получается, что мы такую бомбу, маленькую бомбу замедленного действия съедаем, потому что она мгновенно повышает уровень сахара в крови. Раньше были такие диабетические отделы, где все было без сахара и сахарозаменителей. Вот чем принципиально такая продукция отличается от аналогов? Да, действительно, есть в некоторых магазинах отдельные полочки, где написано «без сахара» или «диабетические», да. И там действительно не добавлен сахар в продукты. Но если мы посмотрим на те же печенья, те же прянички или конфеты, да, которые стоят на этих полочках, это все углеводы. А мы помним, что любой углевод, он повышает уровень сахара в крови. А в какое время суток нужно употреблять сладости для того, чтобы, ну, это было максимально безвредно? Лучше в первой половине дня и лучше уже на сытый желудок. То есть человек поел, да, на десерт можно немножко съесть. Вечером я не рекомендую этого делать. А какие еще продукты в отделах правильного питания у тебя, как у специалиста, вызывают вопросы? Хлеб. Смотрим всегда на хлеб. И есть хлеб цельнозерновой, есть хлеб зерновой. Если мы смотрим хлеб зерновой, это значит, он может состоять абсолютно спокойно из пшеничной муки первого сорта, да, как и обычный белый хлеб. И там бросили два семечка, и тогда можно назвать этот хлеб зерновым. Ну, юридически можно, но когда я беру хлеб себе, я беру цельнозерновой хлеб. То есть он из цельных зерен состоит, то есть не сердцевинка, а именно с оболочкой зерно перемолотое. Это значит, там есть определенное количество витаминов в том числе, там есть клетчатка, он более полезен, и он не поднимает уровень сахара в крови. А есть ли действительно разница, какая там мука? Если говорить, из чего сделано то или иное изделие, да, то есть из пшеничной муки или кукурузной, или еще какое-то, то мука, она и есть мука, и это углеводы. То есть сказать, что сильно отличается кукурузная мука от пшеничной, я не могу, потому что тот же гликемический индекс высокий, так же мы съедаем, те же углеводы мы получаем. Снеки, хлебцы, какие-то там правильные вафли, насколько они имеют право заменять хлеб, и действительно ли это полезно? Первое – это смотреть на состав, смотреть, из чего состоят эти хрустящие штучки. Перекус, да, снеки. Да, вкусные снеки, потому что очень часто там большое количество масла, и там усилители вкуса такие, как сахар и соль, то есть это самые мощные усилители вкуса. Поэтому мы иногда можем есть, есть и не остановиться. Ну и еще добавляют там другие усилители вкуса, как глютамат натрия. В нем критичного для здоровья ничего нет, но дело в том, что действительно человек, когда ест продукт с содержанием этого глютамата натрия, то он остановиться не может, он съедает намного-намного больше. Ну и вывод из всего этого можно сделать только один. Нужно ходить в магазин, как в библиотеку, и читать внимательно составы на всех продуктов. Только так мы не попадемся на маркетинговые уловки, только так сможем выбрать для себя только все самое максимально полезное. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего полтора часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Медицинский центр «Новая клиника». Профилактика ковида и реабилитация после заболевания. Мы в самом центре города на Кирово 159. Телефон 211 07 60. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Прямо сейчас свежий выпуск нашего динамичного проекта «Интервью по дороге». Мы в автосалоне «Ауди Челябинск». Именно отсюда стартует наш проект «Интервью по дороге». Ты хочешь всех выиграть, всем, кому ты хочешь доказать. Постоянно этот режим, спорт. Все время спорт, спорт. Ты не принадлежишь себе. Там все ноги разрезаны, ты бежишь домой, получаешь по шее. А нас снимали из-под тишка. И я помню, я как села, мне как затошнило. Пробовала даже бросить кикабешку. А поедем мы сегодня на стильном кроссовере «Ауди Ку-3». Про него говорят «Серьезный, как Ауди, не скучный, как Ку-3». Модель «Ку-3 Спортбэк». Экспрессивный, выразительный дизайн. Решетка радиатора восьмиугольном стиле «Сингл фрейм» называется она. За счет нее достигается, на мой взгляд, такая небольшая спортивность. Модный тренд. Это сейчас новая технологичная мультимедиа. Полностью сенсорный экран с аудиооткликом. Электронный щиток приборов. Автомобиль идет с двухлитровым бензиновым турбированным двигателем. Мощностью 180 лошадей. Куда мы сейчас поедем? Я предложила поехать в Челябинске на Чимозе, там, где я родилась, где жила до шести лет с мамой, с папой и с бабушкой по папиной линии. Я там до шести лет прочувствовала все. Как это быть самостоятельным? Как, когда тебя обижают и тебе надо сдать сдачи? Ну и, в общем, там, становление вот эти девяностыми. Я родилась в девяностом году. И с едой было понятно. Дело, ну, большинство напряженка, дефициты. И пошли вот эти каражи детей, там, переманиваю, там, подвези, там, за конфетку, там, садись ко мне в машину. Вот это я там тоже переживала на Чимозе. Потом, ну, вот эти вот всякие детские шалости, там, взорвать шифер, там, баллоны, там, объесть кого-то, там, какую-то яблоню. Ну, это реально то место, где у меня подпитывает энергии, что у меня там ностальгия. Ну, я действительно каждый год, каждое лето, я либо вот в этот сезон, в апреле туда приезжаю, ну, как бы на пару часиков просто остановиться в этом дворе, ну, и посмотреть. У меня, конечно, есть еще безумное желание пройти в ту квартиру, где я росла, смотреть, как это сейчас. Оля, скажи, пожалуйста, какой у тебя опыт общения с журналистами? И помнишь ли, когда первый раз тебя спрашивали, появилась ли какая-то уверенность со временем? Большую часть времени мы тренируемся, и я даже, ну, недостаточно практики, я бы сказала, для того, чтобы общаюсь я с журналистами. В основном это какая-то пресса, где записывают на диктофон, где можно там расслабиться и, ну, на камеру не смотреть, не думать о том, что тебя снимают. Вот. И когда я даю интервью на камеру, это все время такое мандражное событие. Стресс. Да, стресс. А какие-то интервью о себе и о жизни были ли, да? И насколько тебе это все легко дается? Насколько ли там коллеги мои там под кожу могли лезть, что-то, ну, не очень такое спрашивать? Ну, в начале, когда только начались интервью про мое прошлое, там, да, про мое детство, были немножко перековерканы некоторые там выражения, и либо заголовки были такие жесткие, которые меня прям, ну, сильно цепляли, даже до сих пор там цепляют. Ну, там, допустим, рассказывал про свое детство, там, как у меня с бабушкой были конфликты, и как это все было не очень. Ну, и потом заголовок был «Меня обили, я терпела». Ну, как бы, что это вообще, и в газете там. Ну, конечно же, я после этого с этим человеком, с этой газетой стараюсь вообще никак не пересекаться. Чем ты сейчас живешь? Какой у тебя график? Что тебя волнует в этой жизни? На что обращаешь внимание? Сейчас у меня, конечно, спорт, как обычно, на первом месте. Все мои извилины направлены только туда, и тем более впереди Олимпийский год. В 2022 будет Олимпиада в Китае, и мы планируем туда поехать. На следующие, где там в Италии, по-моему, будет Олимпиада в 20-26, получается. Мне там будет 36, вот-вот исполнится. И в принципе, еще, конечно, можно участвовать. Вот у меня сейчас уже 31 исполнилось, у меня уже есть такое какое-то переосмысление жизни, потому что все время спорт, спорт, и ты как бы не принадлежишь себе. Ты живешь в режиме постоянно. У тебя есть график, у тебя постоянно тренировки. Три дня тренируемся, это 6 где-то часов. И потом на следующий день у нас либо отдых, либо полдня тренируемся. Ну так, по самочувствию, там обычно плавание или прогулка. Ну и постоянно мы не в России находимся, потому что у нас нет условий для тренировок. У нас в коньках все задействовано. Нам нужны и ролики, и велосипед, и штанга, и беговые какие-то манежи, там, легкоатлетические. Потому что мы такие, ну, спринтерские. Нам нужно бегать, там, прыгать барьеры. Лед нам тоже нужен. У нас каждая мышца должна быть включена, развита. Потому что у нас и руки, и ноги задействованы, там, и спина тоже. Ну, в общем, все у нас, все задействовано. Поэтому вот у меня после 30 случилось такое осознание того, что хочу ли я, надо ли. А может быть уже дальше как-то развиваться постоянно этот режим, спорт. Ну, ничего другого я как бы особо не вижу. Вообще у профессиональных спортсменов какие существуют бытовые проблемы? Обычно что волнует вот в преддверии сборов? Где они будут, там, не знаю, как вас встретят? Нет, у нас вот это вот, когда ты в сборной, ты на эту тему вообще, ну, не волнуешься, не замораживает тебя сборная. Предоставляет все, предоставляет тебе инвентарь, зарплату, предоставляет все условия для тренировок, персонал, менеджера. Потом массажиста, тренера. Ну, как бы все дает для того, чтобы ты тренировалась и показывала результат. Мы просто обсуждаем там с менеджерами, что там мне, допустим, нужен новый велосипед, там, чехол, там, лезвие и все. Не продумываешь, куда тебе поехать на сбор, как тебе заселиться, там, сколько как денег заплатить. Все решает сборная, за все она вошляет, как бы. А если ты не в сборной, то уже самостоятельно, да, все эти вопросы? Да, ты договариваешься с регионами, выпрашиваешь, чтобы они тебе помогли, проспонсировали, поддержали. Дали какую-то еще зарплату, потому что тебе кушать тоже надо. Вот. И если у тебя регион там богатый и идет тебе на компромиссы, ну, верит там в тебя, он, конечно же, дает тебе деньги на сборы, чтобы ты тренировался, там, выехал куда-то. Но все равно дом есть, дом для спортсмена, как бы, это всегда хорошо дома тренироваться. Но когда ты выезжаешь куда-то, у тебя уже организм и, как бы, мозг понимает, что вот у тебя сбор, тебе надо отработать. И все, и как бы там идет такая перестройка, и, ну, это действительно реально работает. Когда ты куда-то уезжаешь, у тебя все такой организм собрано, все, работаем, отрабатываем. И когда ты приезжаешь домой, у тебя такой организм такой, о, молодец, такой, выхвалит себя, что ты все это отработала. А почему у нас, в нашей стране нет возможностей, казалось бы, у нас есть и снег, и лед, ну, и нашлись бы, наверное, и тренажеры, и ролики, это или как-то, в чем мы отстаем? Ну, в нашей стране, конечно же, есть ледовые катки, это было раньше, ну, уже три. Раньше было три, Коломна, Москва, Челябинск. Сейчас Москву закрыли, отдали для больных ковидом или поездом. Ну, в общем, для вот этой пандемии стадион у нас забрали один, осталось два. Но сейчас в Иркутске один открыли, получается, опять снова три. Ну, у нас есть, мы сейчас, когда была пандемия, мы большую часть времени в Коломне провели. Ну, нам нужны такие, как бы, ну, дороги для велосипеда. Летний период у нас, очень много велосипеда, а дорог в России, как бы, мало, мало. Да, это исконная проблема. Да, ну, еще у нас есть такая привычка, да, у всех. Мы вот привыкли туда-то, туда-то, туда-то ездить всегда, да. Мы знаем уже, где зал, где там, ну, уже люди там свои есть, все там уже. Мы приезжаем, для нас все готово, ты только приходи там, тренируйся. Вот, и это тоже имеет место быть у нас в коньках, дело привычки. Конечно же, в России тоже можно найти места, к чему-то подстроиться. Но это же надо искать, это же надо ехать. Да, да. А кто этим будет заниматься? Никому же неохотно. Все уже привыкли, уже вот так вот, стандартно. Вот туда приехал, все там, все готово, все есть, ну, легко. Где мы были, это в основном Испания, Кипр, Германия, Швейцария, Франция и Сочи. А, ну, было еще в 11-м году, мы ездили в, сейчас скажу, в Нью-Йорк, потому что у нас Ваня Скобрев был, там, на тот момент, в 10-м году, выиграл бронзу и серебро. И из-за этого, он живет где-то недалеко от Нью-Йорка, и из-за этого мы поехали к нему на родину, туда, на сборы, тренироваться. Вот так вот нам один раз подфартило, благодаря Ване Скобреву. Ну, вот этот мой дом, почему-то он белый, раньше он был желтым вроде. Вот этот? Да, да. А этот фонтан, в котором мы купались. Когда жарко было и хотелось освежиться? Да нет, да. Что это за бунт такой был? Это было стандартное мероприятие, там еще такие приколы были, что в бассейн всегда бросали бутылки разбитые, чтобы дети там не купались. Но всем детям было настолько наплевать, там бутылка не бутылка. Потом все ноги разрезаны, ты бежишь домой, получаешь по шее за то, что ты опять купался там, где не надо. В каком возрасте ты поняла, что у тебя жизнь не такая, как у среднестатистического ребенка или подростка, что ты от много чего зависишь, тебе много чего ты должна, много чего не должна? Когда вот это осознание пришло, что ты необычная? Да где-то вот в 13, наверное, в 14 лет, когда подружки мои закончили со спортом, начали жить вот этой подростковой жизнью, там тусовки, ребята, какие-то там вот встречи. А у меня все по режиму, у меня там еще какие-то сборы, мне надо уезжать на какое-то время вообще из города там. И в этот период я поняла, что что-то не то, и меня уже, ну как бы от подружек отписывают. И я вот пробовала даже бросить колькобежку для того, чтобы быть в этой тусовке. А почему выбор сделала в сторону? Как-то уговаривали взрослые? Да, со Спартака, со школы с моей, Лидии Полонскобликовой, у нас там была заведующая, тетенька. Я просто пропала на неделю такая, тусила. И она такая мне, Оля, ты где? И в общем она мне поставила на путь истинный, рассказала, раскрыла все карты. Ну конечно же тренер мой личный, Жур Леослава Михайловна, тоже открывала мне все карты и говорила, для чего тебе нужно заниматься, что это тебе даст. И потом вот началась вот такая уже спортивная вот эта вот тема, когда ты хочешь всех выиграть, всем кому-то хочешь доказать, хочешь стать лучше кого-то. И вот на этом фоне я осталась как бы в коньках, доказывая сначала кому-то, кому-то, потом себе, что я могу, я хочу. Знаешь, еще хотела такую тему затронуть, связанную там с ситуацией в нашем спорте, с этими допинговыми скандалами. Как это твоими глазами все выглядит? Я помню, я была, после Нового года мы приехали на чемпионат Европы, и мне такие, я прихожу в столовую, мне такие говорят, Оля, ты допер. Я такая, в смысле я допер? Они такие, ну вот ты в списке доперов. И я помню, я как села, мне как затошнило жестко прям. Я такая, это что это вообще, как это вообще может быть-то вообще, вот как это может быть? У нас спортсмены есть такое, у нас есть паспорт крови. Мы сдаем кровь и мочу как бы чуть ли не раз в месяц. У нас спортсмены ведут анкеты, дневники, где мы вообще проводим время. У нас нет такого, что у нас не записано. Всегда могут приехать в любой день допинговые... Контролеры, да? Да, контролеры, ассистенты, которые у меня возьмут кровь и мочу, ну, проверят на допинг. До Сочи, как же раз ко мне приходили, каждую неделю вообще приезжали. В любое время они не говорят, Оль, мы завтра приедем. Они просто звонят тебе в 6 утра в домофон и такие, вот допинг приехал к вам, открывайте. И когда это все поднялось, у меня был такой шок, потому что все вот эти тесты, они были, ну, у меня отрицательные. Все, они были все чистые. И я никак не могла оправдаться, мне только была безвыходная ситуация, я просто могла плакать и ездить в суды, защищаться, что это не так. И, конечно же, ну, наша федерация предоставляла нам лучших адвокатов. Мы ездили там в Швейцарию, там, защищали суды, там, оправдывались, что вот я не принимала допинг, что там какие-то в Сочи были дырки, где мы передавали мочу, там, вот этого всего я не делала, да, я это всего не делала, как бы. Нас снимали из-под тишка, там, вот она тренируется, она здесь допер, там. Кто был с, ну, такой гнилой человек, они везде есть, в каждой стране. И когда ты его там видишь, этого гнилого человека, он мог взять свои вещи, например, и уйти из раздевалки, где ты переодевался. Либо мог вообще там с тобой рядом не находиться, там, а пойти, видеть, что ты идешь, он останавливается. То есть отворачивались люди только, хотя не доказано ничего. Да, да, там начались вот эти обсуждения, что, о, кто там заберет мою медаль сочинскую, кто, ну, следующий по стране, там, кому она достанется. Интервью выходили вот следующих девочек, кому бы, типа, эта медаль досталась. Вот это было самое противное, самое обидное, самое тяжелое для меня. Я просто помню, что я, только у меня в голове было, Оля, будь, находись в этом спорте, находись вот в этой сфере, для того, чтобы, ну, не закончить и не показать тем, что я действительно допер. А как вот получается, что если все документы на руках, вообще, как так, в принципе, может получиться? Ну, вот так, как это получилось, потому что у нас, типа, был такой чувак Родченков. И он, да, и он просто сказал, что вот это, вот это, вот это, оно, типа, принимали допинг. А он как-то от балды показал? Да, да, и я не понимаю, за что он меня так казнил. Ну, вообще. Перечеркнул все эти все годы работы. Да, да, да. Да, он много вообще, просто все вообще. Ну, конечно, где-то даже я ему благодарна. Возможно, я бы и закончила бы. Но на этом фоне, как бы, я, наоборот, обозлилась и стала доказывать в спортивной арене коньков, что я не допер, я вот с вами нахожусь, я бегаю, я тренируюсь. Вот берите меня, ну, дальше на, на, на вот эти вот все дела, махина, ну, как бы, пробы, смотрите. Я вообще ничего, ну, запретного не принимаю. Обычные, там, вот, бады, пищевые добавки для спортсменов и все. Как у тебя отношения с автомобилями складываются? Умеешь ли водить, фанатеешь ли? Есть ли, ну, не знаю, какие-то, может, дорожные лайфхаки такие водительские? Как твое знакомство с этим произошло? Так, на права я сдала чисто случайно. У меня подружка пошла учиться на права, и я такая, о, давай я с тобой. Она такая, ну, давай, ну, давай. А это как-то было между тренировками, между сборами, да? Да, я, мне уже было, получается, я не помню, 19, наверное, лет. И, конечно же, я это была, как обычно, на сборах, на тренировках, а там нужно постоянно посещать. Я не посещала, на меня очень сильно ругались. А тебе обучение на права легко давалось? Ну, вот, за исключением, что пропускать приходилось? Не было какого-то ступора, барьера? Да, было. Да, я вообще, как мой инструктор, говорил, ты как обезьяна здесь водишь. У меня постоянно отключались руки от ног. Если я ногами там управляла, передачи, на механике я училась, переключала, то руль у меня не работал, как бы. Он просто прямо ехал, никуда не объезжал, ничего. Постоянно ругалась, у меня был такой смешной инструктор, да, он так меня веселил, что у меня, ну, я вот, ну, отключалась, потому что мне так смешно было. И мне потом дальше, дальше забавляла эта вся ситуация, я как будто дальше специально делала такие ситуации, чтобы он бесился и меня веселил, веселил. Потому что... Развлекаться хотелось. Да, да, потому что в том возрасте я просто, ну, смеялась очень много. Для меня поражать было, это вообще святое. Это просто мое любимое занятие было. Я могла прям просто кататься, потому что мне, ну, как бы, смешно очень сильно было. И вот он меня веселил, и мне постоянно, ну, отключались ноги от рук, как бы, и голова. Да, но мне все равно, как бы, ну, с инструктором нравилось заниматься, потому что это такой адреналин, это что-то новенькое, как бы, что ты когда-то едешь. Потом я покупала себе сама машину, там, копила на нее деньги, там, вот, от спорта, как бы, откладывала, мне платили зарплату уже. Вот. Где-то в 20 я купила себе первую машину, там. Потом в 13-м году мне подарили за чемпионку мира машину, вот. И я не могу сказать, что я прям фанатею, как бы, что вот у меня там. Я, как бы, мне нравится, как бы, хорошего класса машины, что это, безусловно, чувствуется и доставляет комфорт и уверенность, и какое-то спокойствие внутреннее, что ты более-менее защищен, потому что у нас дурачков вокруг везде хватает. Кажется, что я вообще хороший водитель. В ДТП я не попадала. Где-то месяцев 6 назад мы задумывались о том, что, вау, было бы круто, как бы, ну, купить электромашину, ну, конечно же, там, Теслу, допустим. Мы смотрели, как бы, впереди там, да, будущее, там, впереди электромашины, все равно, как бы, хочешь, не хочешь, не крути. И я даже видела в аудио появились электромашины. Есть, да, ангелик? Да, аудио называется. А в Челябинске представлены? Нет, пока не. Пока, подожды, еще нет. Если бы был выбор, где жить, ты ведь уже в разных странах побывала, повидала много всего, где бы ты хотела жить? Вообще, мне очень нравится Россия, наш менталитет, наш народ. И я, как бы, вообще в другой стране себя, ну, плохо вижу. Были некоторые моменты, шансы, что я могла уехать в другую страну, там. Но, как бы, я понимала, что это, ну, не мой народ, я не смогу, ну, быть другой. И, как бы, меняться я тоже не хочу. Ну, вообще, если просто, как бы, вообще брать в сторону, конечно, безусловно, мне нравится Италия. Мне хочется куда-то уехать в теплую страну, типа Таиланда, и попробовать там пожить, ну, я не представляю себя без снега. Ну, как без снега? Это же такая тоже веселуха, такая забава. Ну, и поэтому, ну, не могу уехать из-за того, что здесь все время погода меняется. У тебя настроение тоже меняется, у тебя развлечения меняются, у тебя все по-другому. И мне нравится, что у нас там четыре время года, и как бы все это разное. Может, дети как-то повлияют, что уведут меня отсюда. Но пока мне нравится наблюдать, что у нас Челябинск как-то развивается, становится лучше. Да, это очень медленно и очень, так, чуть-чуть. Но мне приятно видеть, когда я приезжаю, там долго не бываю месяцами, да, я приезжаю и смотрю, ой, здесь там скверик построили, здесь там забор убрали, здесь, наоборот, что-то добавили, здесь деревья высадили. И как бы от этого мне уже приятно становится, что он хоть как-то развивается, не глохнет, не затухает. Еще больше модных сюжетов, стильных советов и красивых новостей на нашем YouTube-канале Beauty Time TV, а также в Instagram и ВКонтакте. Всегда рады обратной связи с вами. Ну и до новых встреч в эфире. Наши стильные партнеры. Image Studio Елены Ивановой. Отелье «Модный дом. Я». Субтитры подогнал «Симон» «Симон»